Друзья, пришла пора поговорить о мужских половых гормонах. Я бы не затрагивала этой темы, но именно с огромнейшей статьи о мужских половых гормонах при беременности началась книга настольное пособие для беременных женщин 10 лет тому назад, которое я обновляла и улучшала, и в итоге мы имеем 9 месяцев счастья. Почему я затронула тему мужских половых гормонов? Потому что уже 10 лет тому назад я столкнулась с таким явлением, как поголовное назначение медипреда или ряда других стероидных препаратов беременным женщинам, даже женщинам в ходе планирования беременности, потому что чуть ли не 7 подряд ставили такое заболевание, как гипоплазия коры надпочечником. И раз у женщины гиперандрония, то все говорили, что высокий уровень мужских половых гормонов приведет к прерванию беременности, поэтому срочно нужно понижать андрогены. Это было неправильное, ложное представление, вообще это вращебная ошибка, и, к сожалению, до сих пор это наблюдается. И мы как раз в этом видео поговорим о роли мужских половых гормонов для женского организма. Мы обсудим, какие виды мужских половых гормонов существуют в женском организме. Упомянем о повышенном уровне или гиперандрогении, как вне беременности, так и при беременности. И как беременность компенсирует высокий уровень мужских половых гормонов. И, конечно же, мы поговорим о том, когда необходимо принимать стероидные препараты при высоких уровнях мужских половых гормонов. Если рассматривать схему выработки мужских половых гормонов, то есть химические реакции, то все они являются производными продуктов распада прогестерона, которые тоже образуются из холестерина или, правильно говорить, на все-таки холестерола. Именно прогестерон – это мама всех стероидных гормонов, или папа, можно сказать, предок. И как раз мужские половые гормоны, они очень важны, потому что из мужских половых гормонов вырабатываются женские половые гормоны. И не было бы женщин, если бы не было мужских половых гормонов. Мы их называем андрогенами. Есть несколько видов андрогенов. Но возвращаясь вот как раз к синтезу или выработке женских половых гормонов, даже в женском организме мужских половых гормонов вырабатывается намного больше, чем в женских половых гормонов. Но как раз эта пропорция, именно правильная пропорция гормонов, не позволяет нам выглядеть как мужчины, то есть иметь немножко другие внешние параметры и проявлять вот именно свою женскую сущность через то, что мы устроены чуть-чуть по-другому. Когда фолликул созревает у женщин и беременных, то есть во время авуляторного цикла, как раз внутренняя выстилка фолликула вырабатывает в первую очередь прогестерон, который переходит в тестостерон. И уже через механизм или реакцию ароматизации, как мы говорим, вырабатываются женские половые гормоны, астроген, эстрадиол, эстрадиол, эстрон и эстрион. И именно вот эти все механизмы приводят к тому, что в разные периоды авуляторного цикла могут быть разные уровни мужских половых гормонов. И чаще всего они самые высокие как раз в период авуляции. Поэтому тестостерон действительно повышается в период авуляции. Да не только тестостерон. Во время беременности все меняется. Практически со второй недели уровень мужских половых гормонов повышается, потому что, во-первых, увеличивается выработка прогестерона. И прогестерон, как предшественник мужских половых гормонов, приводит к увеличению как раз мужских половых гормонов андрогена у беременной женщины. Но могут быть и другие источники. Об этом мы поговорим чуть позже. Существует 5 видов гормонов или андрогенов, как мы говорим, хотя на самом деле не все они активны и являются продуктами распада. Самым активным является тестостерон, а также андростендион. Но в крови человека самая большая концентрация, самая большая концентрация, это как раз продукт распада половых гормонов, мужских половых гормонов, это сульфат-дегидроэпиандростерон или сокращенно это будет DHEAS и сульфат-DHEAS. Поэтому этот гормон встречается как раз чаще всего и особенно у подростков. Если вы знаете, что процесс полового созревания происходит за счет того, что первые этапы полового созревания это не появление вторичных половых признаков, это подъем уровня гонотропинов, который вырабатывается гипофизом и мужских половых гормонов, андрогенов. Поэтому первый этап называется адренархия. Но мы не будем сегодня говорить о подростковом периоде, но чтобы вы знали, что как раз у детей и подростков этот гормон довольно часто высокого уровня. Также у женщин во время беременности этот гормон тоже значительно повышается. Но есть еще один гормон DHEAS, который тоже может быть повышен вместе с сульфатом, поскольку они взаимосвязаны и являются продуктами обмена веществ или распада, то есть продуктами, которые могут переходить из одного состояния в другое. И еще есть один гормон, как я сказала, это андростендион, его обозначают буквой А довольно часто, и естественно всем известный тестостерон. И также мы говорим о дегидротестостероне, это продукт распада тестостерона и практически неактивная форма чаще всего. Так вот эти 5 различных видов гормонов, они далеко не все имеют гормональную активность, и поэтому не всегда мы должны назначать лечение только потому, что один из этих видов гормонов повышен. Особенности он повышен незначительно. Мы всегда должны включать клиническое мышление, я говорю о врачах, для того, чтобы понять, кто вырабатывает, где этот источник выработки гормонов. И если лечение незначительное, то это полбеды, но если, скажем, показатели уровня гормона, особенно тестостерона, поскольку это активный гормон, высокий, то мы должны заподозрить серьезные причины, типа опухоли, например, яичников или надпочечников. Чаще всего тестостерон, как я сказала, у небеременных женщин вырабатывается яичниками и надпочечниками. Как раз меняется вот эта пропорция выработки гормонов, то есть если в начале цикла приблизительно 20% вырабатывается яичниками к менструации, к овуляции вернее вырабатывается около 50%, и уже дальше по окончанию овуляции опять же большую выработку мужских половых гормонов, особенно тестостерона, происходит за счет работы надпочечника. То есть меняются вот эти ресурсы. И поэтому как раз надпочечника также вырабатывается практически весь сульфат DHEA, то есть 80%. И когда определяют уровень вот этих двух гормонов, DHEA и DHEA, то есть сульфат, нередко именно только поэтому говорят, что проблема есть с надпочечником, хотя опять же это не всегда. Потому что помимо яичников и надпочечников, мужские половые гормоны могут вырабатываться жировой тканью, могут вырабатываться печенью и также кожей. И именно у тех людей, которые страдают акне и имеют повышенную жирность кожи, тоже есть жалобы на то, что повышенные именно вот эти гормоны говорят, что типа из-за яичников или скажем из-за надпочечников. При ожирении жировая ткань как раз является отличнейшим депо или складом мужских половых гормонов, впрочем любых стероидных гормонов, но мужских особенно половых гормонов. Поэтому действительно у женщин, страдающих ожирением, эти уровни гормонов очень повышены. Андростендион и небольшое количество DHEA превращается в кожу в тестостерон. И собственно говоря, если есть поломка на уровне превращения этих гормонов, если не хватает каких-то определенных ферментов по метаболизму, то есть по переработке этих гормонов, то могут наблюдаться вот эти проблемы с кожей, повышенный уровень акне и это как раз часто наблюдаются у подростков, где и так есть повышенный фон мужских половых гормонов. И у беременных женщин тоже могут меняться свойства кожи за счет того, что как раз кожа начинает больше вырабатывать тестостерон. И именно при беременности бывают случаи, когда женщина говорит, что у меня никогда не было никаких высыпаний на кожу до беременности, а теперь я как подросток вся в этих прыщах, в этих акне. Все стероидные гормоны, в частности тестостерон 80%, они связаны с так называемым белком, связывающим стероидные гормоны. Или мы еще называем его глобулином, связывающим половые гормоны или секс-хормон-байлин-глобулин. И как раз при беременности этот уровень белка значительно повышается, поэтому свободный тестостерон, свободные астероидные гормоны, они улавливаются белком и не наносят вреда, потому что в связанном состоянии тестостерон не опасен. Когда определяет тестостерон вообще в крови, в сыворотке крови, то определяет довольно часто общий тестостерон. Но общий тестостерон – это сумма свободного тестостерона и связанного тестостерона. Свободный он вырабатывается в небольших количествах, имеется в виду, что его мы не найдем в высоких дозах. То есть даже если сравнивать единицы измерения, то они совершенно разные для тестостерона связанного и тестостерона свободного. И как раз свободного тестостерона чрезвычайно мало в организме женщин, в том числе беременной женщины, потому что в основном тестостерон связан с белками, с глобулинами. Это один из классов альбумина. И благодаря этому вот этот связанный тестостерон выводится через почки и кал, он выводится наружу, то есть происходит процесс переработки лишнего тестостерона. И это не оказывает никакого вреда ни женщине, ни будущему ребенку. Но в ряде случаев бывают повышенные мужские половые гормоны. И когда это бывает? У женщин вне беременности андрогены вырабатываются в излишке, если первое, правильно сказать, что андрогены могут быть повышены при четырех механизмах. Первое, когда их слишком много, они вырабатываются в излишке. И это может быть на примере из-за опухоли. Второе, когда не хватает белка, связывающего андрогены. И это, кстати, может быть при нарушениях усвоения пищи, малоабсорбции, например, голодании. Но также у тех людей, у которых есть какие-то поломки в отношении выработки белка, связывающих стероидный гормон. Очень редкие такие ситуации бывают. Заболевания, как мы говорим, энзимного характера или ферментативного. То есть нет определенных ферментов, которые бы помогали в выработке этих белков. Третье, нарушается усвоение и обмен андрогеном. Опять же, чтобы даже вывести из организма, все эти андрогены должны пройти через этапы переработки. То есть разложение, распада и в дальнейшем, как говорится, все вот эти реакции химические, они проходят многоэтапно. И в конце концов выводятся вот эти продукты распада, как мы говорим, или продукты метаболита, выводятся из организма. И бывает, что на каком-то уровне есть поломка. Тоже очень редкие явления. И четвертый механизм нарушения и выведения андрогена из организма. То есть не только, как говорится, усвоение и обмен, но тут просто нарушается выведение через почки, когда, например, почки не выполняют свою функцию, когда печень не выполняет нормальную свою функцию. Или, скажем, когда кишечник не выполняет свою нормальную функцию. До 5-8% женщин вне беременности могут иметь повышенный уровень мужских половых гормонов. Это не значит, что у них какие-то серьезные заплевания. Довольно часто это просто временное, транзитное состояние. И в частности, как я сказала, например, у подростков это довольно частое явление. А вот при беременности увеличивается тестостерон, в частности, не потому, что не работают какие-то механизмы, но как раз увеличивается выработка самого тестостерона за счет выработки прогестерона плаценты. Основной источник тестостерона у беременных женщин чаще всего это плацента. Но для того, чтобы этот тестостерон, который увеличивается при беременности в большем количестве, не влиял негативно на женщину и на ребенка, природа придумала защитные механизмы. И один из таких защитных механизмов – это то, что белок, который связывает стероидные гормоны, он вырабатывается в большем количестве. Поэтому уровень этого белка повышается. Таким образом, лишний тестостерон нейтрализуется за счет связывания с белком. Также, если говорить о других механизмах, то сам прогестерон влияет на уровень тестостерона, потому что как раз повышаясь, уровень прогестерона, который повышается, он может связываться с любыми рецепторами стероидных гормонов. Это вообще уникальная особенность прогестерона. То есть он может связываться с рецепторами тестостерона, с рецепторами эстрогена, с рецепторами кортизола. То есть очень уникальная способность. И как раз благодаря тому, что повышается уровень прогестерона, он как бы купирует вот эти рецепторы, то есть он их забивает, можно сказать. И тестостерон не успевает связаться с рецепторами клеток и подействовать. Но кроме того прогестерон, он затрудняет, он замедляет превращение предшественников тестостерона в свободный тестостерон. То есть тоже такой механизм, то есть он как бы становится конкурентом и мешает вот этому превращению предшественников в гормон. И также плацента обладает очень уникальным свойством. Плацента может превращать тот же тестостерон в эстрогены, что тоже очень важно для самого ребёнка, потому что ему опять же нужны гормоны для построения своего тела. И плацента в этом случае выполняет роль завода по выработке различных гормонов, в том числе мужских и женских половых гормонов. И как раз частично этот тестостерон переходит в женские половые гормоны, в эстрогены. И все эти механизмы приводят к тому, что уровень тестостерона, хотя и повышается, но практически свободный тестостерон остаётся неизменным вплоть до конца второго триместра. И только с началом третьего триместра уровень свободного тестостерона незначительно повышается. И также плод начинает вырабатывать свой тестостерон, в основном это DHEAS, то есть сульфат. И таким образом тоже обеспечивает себя необходимое количество мужских половых гормонов. Но бывают случаи, когда у женщин вырабатывается чуть большее количество мужских половых гормонов при беременности. И что за источники, откуда? Потому что, как я сказала, основной производитель это, конечно, плацента. Но у самой женщины тоже бывают дополнительные источники. И в первую очередь это киста желтого тела, лютеома. Они встречаются довольно часто. Не все кисты являются гормонально активными, хотя их можно обнаружить с помощью УЗИ. И у 30-35% женщин мы можем заметить повышенные волосатости или герстутизма в время беременности. Как раз из-за того, что имеются кисты желтого тела. Когда врачи назначают якобы для лечения кисты желтого тела, то есть лютеома и прогестерон, они наоборот ухудшают ситуацию. Потому что как раз лютеом вырабатывает большее количество прогестерона и тестостерона. Поэтому невозможно масло лечить маслом. Поэтому это грубая ошибка назначать прогестерон при лютеома. В большинстве случаев лютеомы вообще не влияют на протекание беременности. Обычно они возникают с одной стороны. То есть крайне редко бывают двухсторонние лютеомы. И они могут быть даже больших размеров. То есть иногда лютеомы достигают и 10 см. Хотя в целом они не превышают 5-6 см в диаметре. Мы не удаляем лютеомы во время беременности. За исключением очень редких случаев, когда они достигают слишком больших размеров. И мы боимся не так, чтобы они там лопнули. А то, что может произойти подкрут яичника с такой большой кистой. И поэтому иногда в некоторых случаях рекомендуется проведение удаления этих лютеом. Еще раз повторю, что это происходит очень редко. И в большинстве случаев беременность не прерывается. Это не влияет на беременность, скажем так, негативно. Единственное, что влияет иногда на состояние женщины, которая обнаруживает, что у нее появляется больше волос. А вот теколютеиновые кисты, это второй источник. Теколютеиновые кисты или текомы, как мы говорим, они чаще появляются при патологической беременности. В том числе при так называемой трофобластической болезни. Это редкое состояние, довольно опасное может быть. И поэтому как раз текомы или теколютеиновые кисты мы можем видеть при таких состояниях. Да, они вырабатывают большее количество тестостерона. И тоже у женщин могут отмечаться симптомы гирсутизма, признаки гирсутизма, на что нужно обращать внимание. Но также теколютеиновые кисты чаще наблюдаются при многоплодной беременности, например. В данном случае мы ничего не делаем, просто наблюдаем за такими случаями. Обычно после завершения беременности, будь это, скажем, прерывание или это роды, такие кисты уходят сами по себе и не требуют никакого лечения, никакого удаления. Но теколютеиновые кисты, они как раз требуют внимания, потому что мы должны исключить ряд других осложнений беременности. И они бывают довольно часто двухсторонними. Но ещё в недалёком прошлом как раз приём синтетических гормонов, в том числе синтетического прогастерона, например, тот же дюфастон, приводит к тому, что у женщин, в частности у беременных, могут повышаться андрогены. И также андрогены повышаются, если женщина принимает мужские половые гормоны, например, и не подозревает, что она забеременела. То есть иногда это ошибочный приём мужских половых гормонов. Поэтому да, такое случается. И в недалёком прошлом женщинам назначали диетилстилбистрол, который приводил к порокам развития. И сейчас его не назначают беременным женщинам, практически он запрещён. Но, увы, история знает вот эти случаи, значит, когда эти опасные гормоны, то есть любые стероидные гормоны могут вызывать пороки развития плода. Поэтому мы не назначаем стероидные гормоны без строгих показаний. Это нужно понимать. И если говорить теперь о модном диагнозе врождённой гиперплазии коры надпочечников, не успели определить, например, 17 ОПК или какие-то производные тестостероны, и сразу же говорят, у вас гиперплазия коры надпочечникова, значит, вам нужно срочно принимать стероиды, понижать вот эти гормоны, потому что вы не забеременеете, вы не выносите, вы, так сказать, потеряете беременность. На самом деле, а для чем мы назначаем? Действительно это так или нет? Так вот, давайте поговорим немножко о том таинственном, вообще каком-то странном диагнозе, как врождённая гиперплазия коры надпочечников. Существует две формы гиперплазии коры надпочечников, это классическая и неклассическая, но врождённая гиперплазия коры надпочечников всегда связана с половкой в генах, то есть идёт нарушение выработки определённых ферментов или энзимов, и это фактически энзимопатия. И она, поскольку это заболевание имеет генетическую основу, это заболевание должно быть подтверждено не по гормонам, а генетически, то есть должно быть проведено генотипирование, которое подтвердит, что есть вот это автосомно-рецессивное заболевание. Что значит автосомно-рецессивное? У человека всегда есть две пары хромосом, и каждая пара несёт какие-то гены, мы говорим, аллели генов. И когда мы говорим о рецессивном заболевании, это значит, что у женщины, например, или у мужчины, зависит от того, у кого проявляется это заболевание, но у человека должно быть два одинаковых гена, то есть две поломки в генах, то есть вот этот рецессив. Если, например, только имеется один ген, и состояние гена мы называем гетерозиготным, то это неврождённая гиперплазия коронатпочеку, то есть, по-другому говоря, при рецессивных, автосомно-рецессивных заболеваниях должно быть каждый хромосомий по больному гену. И тогда передача этого больного ген плоду будет 50%, то есть чаще всего 50%, потому что от мамы. И если, скажем, родители здоровы, но являются носителями генов, то есть и у мамы есть такой ген, находится в гетерозиотном состоянии, или если у папы есть, то мы говорим, что у такого ребёнка шанс получить два одинаковых гена и иметь врождённую гиперплазию коронатпочеку, это 25%. Сразу хочу сказать, что врождённая гиперплазия коронатпочеку, или ещё раньше называли андрогенитальный синдром, когда ребёнок, девочка рождалась с уличным клиторами, другими отклонениями в развитии репродуктивной системы, это настолько редкое заболевание, что встречается у одного человека на 10-15 тысяч людей. Если допустить, что, например, гинеколог принимает в год, ну, скажем, 5000 женщин, то он сможет увидеть, если он не специализируется на гиперплазии, то он сможет увидеть всего-навсего несколько женщин с гиперплазией коронатпочеку за всю практически свою деятельность, то есть минимум одного человека, одну женщину в течение 3-4 лет. Поэтому, когда всем подряд ставят этот диагноз, я всегда сомневаюсь в том, насколько врачи компетентны, потому что, ещё раз повторю, это крайне редкое заболевание. Существует несколько видов, и в основном мы говорим 5 основных или базовых, наиболее распространённых видов данной болезни, но в целом есть более 20 других разновидностей, связанных с поломкой разных генов. И как раз самые частые, это недостаточность 21 гидроксилазы, и это опять же автосомно-рецессивные, поэтому вам хочу сказать, что это генетическое заболевание, или 11-А гидроксилазы, то есть недостаточность этих двух энзимов или ферментов. И опять же это нужно доказать. На постановку диагноза гиперплазии коронатпочечников уходит иногда до 3-4 месяцев, потому что это поэтапное обследование, а не просто, чтобы повышен уровень андрогенов, андрогенов, в частности, которые вырабатываются надпочечниками, сразу нужно назначать стероидные препараты. Для большинства видов, рождённой коры гиперплазии надпочечников, мы не назначаем стероидные препараты, потому что поломка на совершенно другом уровне. То есть, поскольку разные участвуют ферменты в синтезе и усвоении, обмене вот этих мужских половых гормонов, то практически разные лекарства необходимо назначать, иногда просто наблюдать. Но когда мы как раз чаще всего имеем вот это 11А и 21 гидроксилаза, недостаточность этих ферментов, то мы действительно можем назначать стероидные препараты. Но зачем? Зачем мы беременны женщинам, назначаем стероидные препараты? Назначаем мы приблизительно седьмой-восьмой недели беременности для того, чтобы уменьшить воздействие мужских половых гормонов, которые повышаются при беременности на женский организм. Не на организм женщины, а на возможный женский организм плода девочки. Потому что, если мы не понизим уровень мужских половых гормонов, у этих девочек может наблюдаться увеличение клитора, клиторомегалия и ряд других осложнений. То есть, мы говорим, может наблюдаться цивилизация плода девочки. И как только мы знаем, какой у женщины пол ребенка, и это мы обычно знаем к 16 неделе, то если это мальчик, мы прекращаем прием стероидных препаратов. Если это девочка, значит, женщина может продолжать прием до конца беременности, для того, чтобы превратить именно вот это влияние тестостерона на плод девочки. И вот такой подход. То есть, еще раз повторю, что назначение стероидов при повышенных уровнях гормонов, мужских половых гормонов, контролируется как раз тем, плод у нас девочка или мальчик. И, скажем, только в этом случае мы можем назначать 7-8 недели вот эти препараты. Если вам предлагает пользователь применять стероидные препараты, тоже митепред, до планирования беременности, или в ходе беременности, то есть начальные сроки беременности, пугая вас высоким уровнем мужских половых гормонов, без четкой диагностики вашего заболевания, в том числе без действительно правильной постановки диагноза гиперплазии коры надпочечников, то эта грубая врачебная ошибка, она может привести к серьезнейшим нарушениям, в том числе со стороны ребенка, может привести к прерыванию беременности, поэтому нельзя этим злоупотреблять. И вы должны четко знать свои диагнозы. Я уверена, что большинство из вас нет диагноза гиперплазии, рожденной гиперплазией коры надпочечников. Вот такой подход современный в отношении назначения стероидных препаратов при гиперандрогене беременных. В остальных случаях, даже при наличии лютеом и теком, и мы не назначаем. Крайне редко, если уровни гормонов слишком высоки, мы должны исключить возможность наличия опухоли яичников или напочечников, вырабатывающих большое количество как раз андрогенов. И если мы обнаружили такой опухоль, то нередко требуется операция по удалению той же опухоли, потому что в большинстве случаев это опухоли злокачественные. Именно злокачественные опухоли вырабатывают огромнейшее количество мужских половых гормонов. И такие опухоли нужно удалять. Но не будем говорить о грустном и продолжим нашу тему. И будем говорить на тему мужских гормонов еще не раз, но также поговорим о других гормонах в следующем видео.